Квадратное дно будем плести с помощью приспособлений, которые облегчат нам это плетение, сделают наше плетение более ровным, удобным и простым. Так как дно сегодня у нас плетеное, плести его будем ситцем, то для того, чтобы оно было ровное и красивое, были придуманы станочки для плетения. Для этого я взяла вот такую самую простую картоночку от детских игрушек. В строительном магазине я купила вот такой арочный профиль. Он пластиковый, гнется. Очень бюджетный вариант, недорогой. С помощью канцелярских зажимов закрепляем его на нашем картоне. Вот таким нехитрым способом. Вот собственно и все. Станок для плетения готов. Конечно, все вот это, все эти приспособления, они предназначены для того, чтобы облегчить плетение, сделать его более ровным и красивым. Конечно, никто не спорит, можно плести и просто на руках. Чтобы плести на руках донышко, мы выкладываем стоечки. Стоечки это те трубочки, которые идут основные. Выкладываем, стараемся их выложить на равном расстоянии. Вот видите, они на столе раскатываются в разные стороны. А на нашем станочке мы выкладываем наши трубочки, видите, и они никуда не катятся. Они никуда не бегут. Они лежат на одинаковом расстоянии друг от друга. И единственное, что нам нужно сделать, это по форме посмотреть. Вот эти две лишние. Что еще делаем? Чтобы точно наше плетение не затянулось, потому что руки у нас еще не очень хорошо чувствуют, по краям плетения добавляем палочки. Это могут быть спицы вязальные. Они, в отличие от наших трубочек, жесткие. И они тоже вспомогательные. То есть мы будем их оплетать, но потом, в конце плетения, мы их вытащим из плетения, их там не будет. А сейчас они помогут не стянуть нам нашу форму.